сегодня 11 августа 2015 года сегодня 11 августа 2015 года я сказал что в лагере у нас обед был завтрак в 8 утра нам надо переменить это потому что дети до 8 работали у нас работа на плотине мы уходим а то я морковку друг каждый раз морковочка но потёр сначала так морковка я потом прямо потом наискосок и по этим дорожкам быстрее вот это попутно все попутно вы поэтому давайте перенесем на 11 до 11 на 7 утра потому что назад нужно не возвращаемся до этого времени то успеваю там покормить шарика и по интернету по интернету сегодня заходит один это в почту мне я долго искал вас наконец-то нашел в общем так то я счастлив с баптистом а я уже и не баптист я какой-то гибрид говорит гибрид написал в кавычки православном изучая ассо первого четвертого века я меня поразила ваша исключительная честность открытость какая-то я просто не встречал такого что у вас все это то я это не понимающие это просто этим живу я не о честности не думаю не об открытости я просто болезненно с детства воспринимал любую ложь брать старший на пять лет меня самуил был и он обманывал давай что-нибудь там тащит там поиск а мать спросит не брал не врала я его любил не знаю как он все умел делать я ничего не умел я я никогда ничего не умел делать вот такое чтобы изобрести там он рушилку делал там радио проведет у меня этого не было у меня один был талант не нигде против брата ничего не сказать я очень любил и поэтому заботился его звали мой не мойка почему мой к собой даже буков тех там нет мы даже никогда не задумывались самуил тихонович и он потом не захотел быть самуил на я семью но в документах то есть сын самуилович у него и вот мать его спрашивает он не брал а я гляжу на него мать меня спрашивает а я сказать не могу я его люблю ему попадет а он говорит не правда я на мать смотрю вот так а у меня слезы вот так текут она мать по мне определяла его что врет понимаешь нет меня я не помню чтобы я матери соврал хотя бы один раз но просто не было или из-за того что я трусливый был такой я теперь уже не понимаю так меня не били у нас этого не было в семье что убили угроза была а бить не это не было мать его возьмет за щуп он курил там или счета тайна до кона знал меня брат то и поэтому двоюродным братом меня повалили ну-ка в маленький там лет 5 ты и один папиросу в рот сует а другой нос зажал чтобы я носом-то не дышал то я вдыхнул все ты курил и теперь никому не можешь рассказать я так и понимал говорить нельзя я курил так мне водички по это дай чуть-чуть плеснуть может где-то вот хотя бы чуть-чуть пресни маленечко как я покажу сначала чищу это смотри ну еще пресни горячая аккуратно вот так вот я плеснул и теперь за водой вытягивается все здесь и вот сегодня такой зашел и в аптис я хочу узнать я говорю что я один вопрос только отвечу пишем можно ли вам написать я столько времени вас искал ну ладно 2 приехать надо я тоже так хотела и у меня вот на первое время есть но я одинокий но я знаю вас одиноких не принимает как нибудь и 2 тоже просится сегодня утренние у меня почта такая я посмотрел сразу я выражаю благодарность воровой ольги барнауле она администратор у нас и супер модератор там все это и на форуме и на сайте и в моем мире и особенно на ю тубе помогает помогает с первого дня одна осталась она которая помогала когда был образован сайт о том форум ну и вот я отсылаю к ней вторник вот как раз сегодня материала она их ставит конвертирует там как называет и под замок все под замок она ни одно не открывает а я смотрю когда открывать а бывает под замком стоит и стоит и сегодня заметил у меня 4 ролика под замком общая продолжительность они называются лес лес деревья лес . заготовка жердей 28 июня я подсчитал они без нескольких секунд ровно два часа большие ролики большие как мы жерде заготавливаем там пилим ребятишки были 28 июня прошло 18 дней как мы приехали сюда это вернее меньше прошло это она выставила 28 июня и я посмотрел открыл сегодня замки то она не выставляется на 1 она выставилась там где и было то есть я так посмотрел примерно на 357 вместе от начала 357 роликов выставлено после того как 28 июня прошло это кто желает если узнать там большие рассуждения очень важно ну просто посмотреть по порядку гнать 358 в менеджеры это 12 страница вот и у меня еще не есть под замком разговоры сильный такой хороший разговор был с игорем глушком уже два года назад ролик так под замком и стоит татьяна один там беседовали тоже попросила за потому что родственники там что-то стали нападать они по его не стали вот тоже закрыты и с леной сокольский разговор был очень хороший всей нашей церковно-приходским советом мы беседовали там об одном деле ее так что она была отлучена и все еще стоит соглашенными никакого секрета нет но она даже не выставлены под замком не как я спрашивал разрешение у нее и у отца и и неопределенность такая мне не на ней не нравится но так ролик и стоит но он очень очень полезен вопрос прямо таки кричащий полезен но по сегодняшний день он стоит 4 ролика то есть это одна беседа продолжительная церковно-приходской совет секретарь все записывали я столько раз пытался разблокировать и никак не дают согласие это то что у меня закрыт и недавно михаил кальмаев видимо по телефону беседовал с ниной филоновой сестрой который ухаживает за священником то и он михаил то выставил эту беседу со священником что ты не крестил правильно ему уже по 90 летом он ветеран войны и там и прочим но и на нее сильно стали нападать потому что там много говорится о священниках что вы они не крестят что вы их боитесь бояться надо бога там и они нападают на нину а вот тебе по телефону для беседы провела она прям в панике такой уберите 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 он как я не ставил у меня посещаем астам совсем людей нет главное это посещение у игнать это на его я записал ягод ему отдал он его поставил два ролика там и называются беседы с ниной но разрешение я еще не просил думаю сегодня да там по паркору никому бреда никакого нет никакого михаил кальмаев михаил сказал абсолютную правду там как не крестят священники обман какое крещение там то кисточкой то и как там они верующие попыток который так делают из старта божий был и вот сегодня вот с утра у меня вот этого то работа хотелось как то кто смотрит что обратили на это внимание потому что вчера мне один брат вернулся из поездки и говорит там ему там ошне люди сказали даже мои знакомые утром первым делом мы смотрим какие новые у игнатия моя сегодня вот выставил я поставляю 6 или 7 роликов утром каждый день такие записи у нас идут и кому-то очень нравится а другие говорят надо надо слепить вместе что были большие ролик там чуть ли не два часа другие говорят маленькие сегодня люди такие что они больше пяти минут и смотреть не могут но наши смотрят но я всем не могу угодить ну в среднем если так взять то у нас минут по двадцать пять ролик если то другое накрыть поделить то так и получается но четыре ролика лес заготовка жердей получается четыре ролика два часа и так два часа как раз по 30 минут двадцать пять тридцать минут это вот такая сегодня не сегодня может прийти бульдозер и прийти а привезти его на специальном на специальной платформе это будет стоить видимо 32 тысячи 16 привести надо договор составить то именно работа закажешь от работы полторы тысячи сегодня он приедет ну и где свой ягрокала барабаша то есть около его склада нужно разгрузить а потом тракториста провести на с этой стороны и показать там и обход где он заедет с какой стороны он начнет работать то есть у него практически если наша платина с двух мест и это с двух это получается четыре места с этой стороны дорога ну ну вот раз из трех места почти шесть мест откуда он может брать землю и в каком порядке но ясно дело это путина что он и как решит это мы если он приедет то сегодня как раз мы будем решать и откуда он заедет вот что я хотел сказать морковку сразу нужно съедать натереть на самом-самый мелко это почему это от зрения каротин я все-таки время провел много и вчера некоторые говорят я взял наш брат в другой город в томске андреев и говорят а чё он и гнатьев его книги никто не считает поэтому сам развозит он говорит но он развозит он работает хотя бы и пускай это напишут чтобы не отрекались я сейчас начну говорить которые так говорили то они тоже сразу на попитную нет нет напишите что да и гнатьев разводит книги потому что никто их не читает он их селом набеливать наталкивает почему потому что я покажу что это как раз не просто подвиг а героизм настоящее время если это не я кто-то другой будет делать а так бы отозвался в первую очередь я копил материал 50 с лишним лет пятьдесят три года материал копил потом девять лет и сидел за компьютером помогали люди сергей набирал тоже проповеди мои это тридцать восемь книг вышло за девять лет тридцать восемь книг понимаешь по семьсот пятьдесят две страницы почти все это чего-то стоит еще обороте я турка отдавал то я у бога выпросил как мне поступить с ними часть книг покупает по сегодняшний день но это но малая талика 90 процентов я раздал бесплатно развез но как меня будут знать то что я такой если нет когда приезжаем библиотеку никто обо мне и не знал кто такой лапкин то они патриарха то не знают я говорю говоришь патриарха фамилию они еще не знать а какой был до этого патриарх патриарха не знают а ведь в библии как написано за заговорил богатый ну то есть знатные и провознесли привознесли до облаков заговорил бедный всех тут такой и здесь кто такой узнаете будете читать то когда начинает читать он вытаращится так это ваши слова мои я разговариваю с председателем союза поэтов в алтайском крае был такой юдалевич марк иосифович евреи старейший 94 года что ли он жил я одно стихотворение свое прочитал а их у меня 3467 по 9 куплетов самое главное то почти на три тысячи пятьсот сохранена даже на три тысячи примерно триста сохраненные черновики по 9 куплетов четырех строчных и ни одной поправки нигде нету вообще нет я пишу как чистого листа он аж отшатнулся это как может быть это ваше стихотворение да нужно печатать у меня ни одного такого нет а у него столько книжек вышло то есть там есть такое заложено чего чего до чего я сегодня не могу до едва едва дохожу что там написано я их себе не приписываю это совершенно не мое и так же и материала материалы которые есть и значит ценность ценность а кто будет знать рекламу дать я не могу да и когда рекламу чтобы люди знали и поэтому я у бога выпросил этот дар а что я еду туда еду свое чтобы отдать составить должен команду миссионерскую и проехать от ладивостока порта находки до лиссабона от тихого до атлантического океана пройти турцию с той стороны тысяч шестьсот пятьдесят километров турция афина это по полуостров дальше только алжир и нынче вышли к баренцево море с другой стороны в фенляндии там прошли весь вот один из них сергей пупков сидеть рядом он как раз александр марьясов сергей павлович вот тут пупков и валерий сергеевич сокольских ездили и марьясов александр сергеевич я нынче совсем не мог не мог с позвоночником у меня операция была на позвоночнике и они видели и где книги стоят библиотеки проверяли как считает они в книжной палате а то где-то регистрационный орган есть они должны быть занесены как занесена когда туда не ни разу не был то они библиотеки на первом месте ставят люди берут читают но они в реестре не занесены это новые указания я считаю это путинское указание у него очень хорошая слаженная команда везде работает по обережению этой власти чтобы ее не смели в один из них у него прекрасные советники как удержаться у власти процесс при всей этой страшной коррупции заражение административными органами все и вся везде и удержаться у власти такой срок это очень даже не просто и поэтому везде все перекрыто и главное это вина это попал лезут везде священники лезут мирские библиотеки уехали кого благословить можно был монтирована и все знания людей у вас благословение или его благословение есть кого благословение что он Оно означает коробки к кинофильмами. Один разврат там. Но если сверху крестик и перекрестил священник, будет доставлено. Я попутно это говорю. Это на те слова, что никто не берет книги, а я ссылаю. Так это как раз и говорит о том, что я люблю дело свое. Я знаю ценность, пророческий дух, в котором написаны эти книги. А как же вы не обвиняете апостолов, которые сами пошли. Они не к себе звали, как Серапим Саропский, к которому шли. А сам, по повелению Божьей, до края вселенной идите проповедуйте. А они проповедовали. А я их учения, да еще с толкованием, в книжном варианте несу. В устном, значит, сегодня можно ехать. И баптисты едут везде проповедуют. Можно. А если это же самое, я проповедую в храмах, еду, еще оставляю книги, то это нельзя? Явное дело, что не то. А как же баптисты в годы перестройки везли сюда кораблями? Не просто кораблями везли, а здесь машинами развозили, и в каждую организацию заходили, библии давали. Библии, конечно, канонические только, 66 книг, но это достаточно. А потом на свалку выбрасывали. Начальник его спрашивает, он говорит, ну, пришли, говорит, и говорит, вам библии нужны, у вас какая организация? Ну, да небольшая, у нас всего 86, кажется, человек, он говорит, и работает. Ну, можно мы вам оставим 80, ну, 100 библии-то, ну, оставьте, положите. Положили на подоконник, стали мешаться там, сняли на пол, уборщицы передвигаются с места на место, и, наконец, прошел год, и он говорит на собрании. Вот там библии привезли уже, лежат год, будете кто брать? Нет, он говорит, вывезите на свалку. Вот как оказывается на свалке. Мои книги на свалке еще не были, никто не видел их. Ну, один там кто-то огневался, там, допустим, по самодурству, а потом будет каяться еще где-то. Я свои книги считаю лучшими из всех, какие были изданы когда-либо, по определенным вопросам. Допустим, толкование Блаженов-Фефилактом в Новом Завете. По восьми параметрам, это самое лучшее, по восьми, самого лучшего, какое издано было, патриархия, мой. По восьми параметрам самые лучшие. Во-первых, иллюстрации. 240 святых иллюстраций, которые мы раскрасили. Лучшего иллюстратора Библии Густава Доре. 297 комментариев там даю, ничего не меняя, никак. Кроме того, толкование откровения отца Геннадия Фаста, который собрал из всех святых отцов. С опровержением самых современных сектантских толкований. Да, я сократил, сократил там, где говорится о сектах, которых сейчас нету. Их просто нету. Ну, вот так они разные, там, и каких-то не было тогда. Которые во времена Блаженов-Фефилакта, 900 лет назад, были на плаву. А теперь их нету, они давно лежат на дне и истлели. Теперь, допустим, я издаю симфонии, на ней канонические книги. Я утверждаю, это самая лучшая в мире симфония. Потому что те, которые я считал, были до этого изданы, они были непрофессиональны. Ничего нельзя найти. У меня все глаголы сведены в один глагол. Если подлежащие ад, адам, аду, все в одном слове. Легко только вспомни. И сразу ты найдешь. И это я отдаю свой труд, полувековой отдаю. Чего же удивляетесь? Только вы сам. А кто меня найдет? Я издал, я в Барнауле. Книги вот они. Даже если я бы пожелал отдать, и кому отдать? Нужно, чтобы это было в руках и работало. Как дать? Дать. Тут я библиотеки дал. Наконец, по краю. Вы тогда обвинение даете такое. Люди сами не пришли к Богу. Поэтому с неба Господь посылает. И Он сам идет и стучит у двери. Стучит здесь, стучит там каждый день. И я стучу во все сердца людей. Какое может быть обвинение? Я подражаю моему Христу, подражаю апостолам. Даром. Притом с великими трудами добыто. А теперь это надо развозить, купить машину. Терпеть большие недостатки. Ехать, ночевать где? Там в лесополосах неизвестно где. Во время дождя. Вот он сидит только что. Все еще отходит. Марьясов вчера написал, приехал, прилетел домой. Его привезли здесь. А бронь-то, которая была на самолете, он там компьютер не пробил. И он с вокзала теперь вернулся на автовокзал и выехал в Новосибирск. Ну, говорит, даже это лучше. Говорит, мне не было пересадки. Прямо на Краснодар и вылетел. Еще даже лучше-то. Вот как. Поэтому обвинения делают люди, те, которые ничего не знают и ничего не делают. Это определенно. Как можно обвинять? Мне говорили, ему не дадут работать в Германии. И кто-то, Людмила Плетт. Я объяснил. На мне это не сыграет. Почему? Потому что я везу даром, даю даром. Скажите, вот я говорю, я вышел в Германию, ну, допустим, в Берлине, в Бонне, в Мюнхене. Ну, вышел, пока заправляют машину, а у меня в руках пачка евро. Там евро. И к каждому, кто хочет подходить, я хочу одарить немцев. Я их очень люблю, немцев. И даю им по 100 евро каждому. Имея право это делать, давать. Меня арестовывать нет. Значит, евро, добытое там. Их можно проверить. Да нет, за это не задержат. Ну, а могу я это делать? Ну, конечно. Ну, а если я 700 евро буду каждому давать? Можно? Ну, можно. Ничего нет. Просто давайте, стоять в любом месте. Оставлюсь в городе, на площади. И по-немецки буду разговаривать и давать по 750 евро. Так в моей книге 750 евро стоит. Я даром даю. Эти 750 евро в книжном варианте. Книги проверенные, не экстремистские. И они не занесены, не все до православной, нигде. Православные составили список. Над моими книгами работали сенсорские отделы во многих епархиях. Почаева. И все отступились. Но обвинения какие? А он говорит, мощи там не надо. Ну, что он ей говорит? Что-то хулит там или как? Это неверно. Я оказываю честь. Согласно Слову Божию. Почему? Я благоговею перед ними. И говорю, собрать все мощи. Из антиминцев отовсюду. И с честью, с патриархом, с сонмом епископов. С самым, я не знаю, какое самое почетное место. Храм Христа Спасителя, Елоховский собор. Или в Иерусалиме где-то. И захоронить. Прах повернуть к праху. Прах ты и в прах возвратишься. Вот о чем я говорю. И Стефана написано, когда его убили, первомученик. Уже Новый Завет. Уже люди исполнены благодатью Духа Святого. И Стефан такой был. Куда его дели? Написано, и мужи благоговейные похоронили. Это благоговейные, кто хоронит. Не благоговейные, кто их вытаскивает и режет. До самой мельчайшей частицы. Нанотехнология, как Андрей Кураев выразился. Я ничего не добавляю, кроме написанного в Писании. Где я похулил мощи? Где? Я говорю, им нужно оказать честь, согласно того, как указал Бог в раю. Ну, прах-то и в прах возвратишься. В прах. Не в антиминцы, не в кресты монтируют, не в мощевики. В прах. А как Елисей? Елисей-то мощи-то коснулась. Воскрес. Ну и что? Ну, воскрес Бог явил это чудо, показал. Даши что? Сказал, поклоняйтесь мощам. Или заключите их ящик, который ракой назовете. Вы что? Где вы это нашли? А где сейчас мощи? А их нигде нету. Неужели это не доказательство того, что нету нигде Елисея? Нету? Я назвал в честь Игнатия Ростовского чудотворца. Я оказался в Ростове и говорю, я хочу поклониться мощам моего святого, в честь которого я назвал по-старому 28 мая, по-новому 10 июня. Никто не знает. Я до епархии. Никто не знает. Где его мощи? И что он отличается от других тем, что его не хоронили. Он умер, его сразу, прям сразу и выставили. Даже еще не канонизировали, а мощь его уже, ну, в гробнице была здесь. Он очень необычный был. Я хотел поклониться ему. Какая моя вина? Все по православному, но его нигде нету. Почему? Уже святые отцы в то время прятались от того, чтобы резали. Как Антоний, Лорион, Антоний Великий. Они перед смертью уходили, где-то закрывались, видимо, в норке, и никто не знает, где они находятся. Нигде нет в Библии повеления раскапать мертвецов. Даже кто хоронит, это люди уже мертвецами названы. Оставьте мертвецам хоронить мертвецов. А чтобы оставьте мертвецам раскапать мертвецов, видимо, ну, я просто так говорю, как будто бы Бог не знал додуматься до этого. Он говорит, мне и на ум не приходило, что вы творите. По-другому варианту он сказал. Вот такое дело. Это сегодняшнее у меня размышление от того, что я услышал. Да, я книги отдаю даром. Да, я их сам развожу. Практически уже все закончено. На четыре света мы прошли. Крест. Начали с востока, запад, юг, север. Все, закончилось. И у меня совсем немножко. Просят книги, даже отсюда. Я даю данные, скидываю, и говорю, до 10 октября меня нет. И поэтому через Mail.ru. И Америка, и Австралия. Ну, разные-разные места. Книги мои находятся в библиотеках королевских, как в Дании. И еще не сообщили, где находятся в Англии. Говорят, постараемся в королевскую библиотеку, чтобы. А то считает-то. В библиотеке имени Ленина, в Москве, в парламентской библиотеке, в исторической. Считают люди, приходят и пишут мне. Вот так. Поэтому обвинения это я принимаю. Да, действительно так. Их никто не считает в моем доме, когда они лежат на складе. А издать это какая сумма стоит? Мы тогда ездили за два года, мы подарили на 7 миллионов 150 тысяч. Но еще даже те деньги. Сегодня это может быть 10 и больше миллионов было. И зачем я это делаю? Зачем? Я люблю народ свой. И я понимаю, он приговорен. Но я желаю сделать все возможное, чтобы эти люди познали Христа. В моих книгах это отображено. В каждой книге я делаю ссылки, выписки. Примерно 3 тысячи из Библии. 3 тысячи. А одна это означает, наверное, целый пакет стихов. Которые есть ссылки. К каждом томе. А открытым оком том один. А их умножено на 30 томов. Получается 90 тысяч. 90 тысяч стихов. Но это больше, чем Библия сама. И там же и стихи, и ответы. 4 тысячи 124. И поэтому я ревниво оберегаю авторитет своих книг. Конкретно покажите, что там не так. Я против монашества. Это все. Повторяю, я за монашество, но не в том виде, в котором оно пришло сюда. Я за такое монашество. Мона один, мона. Хорошо человеку оставаться, как я. Хорошо не выходить замуж. Хорошо не жениться. Заботиться о Господнем, а не блудить. Не разжигаться. Я за такое монашество, которое обеток никаких не дает. А я решился. Павел не говорит об обетах. Но если решился в сердце своем соблюсти свою деву, девственность свою. Или в доме сего. Или деву свою, девушку в доме твоем принимает. Так или так. Вот. Вот в чем смысл. И поэтому монашество просто желает, чтобы было размножено, чтобы были монастыри построены, где вот такие люди живут, миссионеров готовят. И допаивают, докармливают при старости, которые остались. Ну, они же одни, одинокие, никого нет. Вот это, вот такое монашество, как было у Елисаветы, сестры Александры Федоровны Романовой. Вот. Они не давали обещания ее сестричеству. Ухаживали за больными. А полюбила она раненого. Ей сказала она, ну, с Богом, поезжай. Я поехала в деревню с ним. Я полюбила этого Степана. Ну, пожалуйста. Вот такое монашество. Они так. Дал обет перед Богом. А теперь размонашивают. Придумали новое правило. При живых женах уже 12 параметров, по которым можно разводиться. То есть, все можно. А мы не сошлись с характерами. Или она меня не любит. Ну, еще что-то такое. Дурнее ничего не придумаешь. Единственный случай, указанный Христом, Матфея 19 глава. Если жена изменяет. И тогда написано, что лучше остаться одному. Остался без жены, не ищи жены. А этот кидается на площадь и уже рыскает. Я вот пришел утром. Брат Сергей сидит, читает. А что считает? Вторая книга Ездры. Где о женах говорится. Какую они власть имеют. Выйди из 7 главы. Из 5 главы. Первое послание к Коринфянам. И начнется рассвет в мозгах. И ты увидишь, что это такое. Женился. И чтобы стал духовно развиваться выше. Это редкий момент такой. Очень редкий. Как правило, сразу же. Уже о Господне мало заботится. Почему? Заботится о мирском. Это мирское все. А о том, как угодить жене. Ты будешь угождать ей. А она будет пахать. Почему? И ничего там плохого нет по мирскому. Но по божественному ты потерял многое. И вот я знаю, были братья ревностные. У женился как будто никогда его и не было. Вообще как будто не было. Я конкретно никого не называю. Это почти всегда. Почти. Иные и не женатые-то ничего не делают. А уженился вообще ничего нет. Так, копошится где-то. Не поймешь, что ли там молния ударила в гнилой пень. Ни огня, говорит, ни жару, ни пару. Вот. Это сегодня у нас утреннее. Чтение. Встретил Сергей, сидит с Библией. Вот брат приехал. Вот сейчас сегодня пять. Так, слушаем, Виктор. Мир вам. Спаси Христос. Так, ты зайдешь в комнату. Слушай внимательно. На столике, который около печки стоит, стоит литровая баночка с медом. Это Люба. Она решила первую качку раздать, которой в прошлом году пчелы под пол залетели. Она пчеловодством занялась. Мед очень хороший. И она написала, вас все Анны уже на пару под пол-литра. Трехлитровую принесла. Я сейчас разливаю. Тебе налито там литровая баночка. И возьми. Я совет даю уже. Береги помаленьку, когда сердце прихватят там или что-то. Вот. Скажи, что Иоанна уже идет в рай. Ну, а этим ребятам. Сергея вообще тут нет. На Никиту. Никита, поверни на себя. Покажи, кто ты такой есть. Вот. На Володе. И мне с Надеждой. Это вот я сейчас распределяю. Там возьмешь. И да, Тихоевич, работник нужен. Например, Никита. А? Например, Никита. Куда? Дело в следующем, что грузить там у родителей тяжелые вещи. Это первое. А второе, Оле могут привезти уголь. Так. И сносить уголь ей. Понятно. Вчера я у родителей скидал, а у Толи надо помочь. Так. И ты еще только с собой его вернешь или оставишь? Ну, конечно верну. Вернешь. Что ж, он пригодится вам. Никита, если на тебя уже спрос пошел, это чего-то стоит. Вот. Не подведи. Ты ему покажи лопату, каким, не черенком ковырять надо, а лопату. Этим концом уголь брать. Просто с нуля начинай показывать. И покажи уголь. Вот это край. Бросать через край не просто все. Мы ваши ролики смотрим, Иван Атихович. Я понял. Понял. Ты сохрани нам брата-то. Я его в воскресенье, и ролик новый будет, я его отделил. Выдел ему теперь жезл, лопату. Он самостоятельный, может в любой день пойти. Я ему расчет дал деньгами, что он работал. Больше я не могу. У меня пенсия 6200 рублей на сегодняшний день. 272. Так, бери. Так, я удовлетворяю просьбу рабочего класса. Аллилуйя. Еще что? Все, слава богу. Все, значит, ключ висит на прежнем месте. Зайдешь на вешалке. Машина в полной исправности. Топорик я вчера вынес на пол. Если надо будет топорик, возьмешь на полочке. Мне нужно было там копыта отрубить, а вещи, ножки. Вот. Ну. Ну, а все остальное у нас так есть. Ну, к 8 подойдешь? По скорейшник? Нет, уже туда. Куда? На наш дом. А, понял. На наш дом. А ты же приедешь за газель? За газелью? Ну, я уже приехал как-то на мотоцикле. А она у тебя здесь стоит? Нет, я на мотоцикле. Сейчас я газель выгоняю, мотоцикл ставлю. Ты газель уже выгонял? Нет еще. Сейчас выгоню. Ну, газель, посмотри, как с горючим. Там все в полном порядке. Ну, я заправлю все. А у нас сегодня газель даже лучше, чем когда выехала. Потому что Александр Сергеевич, Марьясов, все там. Что он там заменил там? Старкер. Там что-то, щетки какие-то. Стучать уже не надо. Она не заводила старкер. Ну, короче, машина работает как новенькие часы. Вот это сервис, я понимаю, заменяет все сервисы. Ничего он не вытащил, ничего не докрутил, не сопливит она, не течет, ничего нет. Пенча поменял провода. Так, один наказ тебе даю, Виктор. Иди, Тима, это сказать. Никита, посмотри. Нигде назад ни одного шага на машине. Не делай. На улице ночую, где угодно. Ты два раза попятился, два раза раздавил машину. Не перекинь это только на жизнь, на свою. Уметь надо пятиться. Сказал неправильно, поступил неправильно. Прости меня, жена. Не бойся попросить прощения. Сохрани ее. И вот ты наказ какой. И Аня своей. По-французски Жанне. Она сделала подарок, будто бы я так расслышал. Фросси, шила, надевается на голову. У меня много материи разной. Пусть она сочет несколько штук. Такие, которые есть. Ну, бывает, полотков даже нету, только наделала, она сразу всякая картинка выглядит. Она, значит, знает. Хорошо, передам. А? Передам. Передай, скажи, я очень хочу это, мне сильно это нравится. Нам не надо никаких обвинений. На мусульман, похоже. На мусульмане-то пришли за 600 лет раньше. Позже. Все были-то. И там был даже царевич Алексей Романов. А тогда оттуда все переняли. Потом погоны вернули в войну в 43-м. Садские все звания, полковник, полковник, те же чины, все. Наконец, и прапорщика залили, и поручика еще будут проводить. Понятно, да? Да. Когда думаешь вернусь? Ну, сегодня, если даст Бог. Так, смотри. Если что-то не так, то переночуем. Сегодня может приехать бульдозер. Бульдозер, привезти. Ну, где-то что-то, как-то можно сказать, где-то. Тебя мы не трогаем. Занимайся своим делом. Нужен будет Никита здесь, я тебе постоянно буду его давать. Только учи всему. Он старательный. Он будет делать. Он старается так, что... И надо 10 Никит, чтобы тебя одного заменить. Мне надо будет лестницу железную в колодец лезть. Где? У меня на домике. Ну, вот бери, которая на стене висит. Мы брали эту, деревянную. Железу не трогать. Там шланг. Ну, понятно, шланг прорвало. Поэтому надо... Ну, надо опустить. А Миша сделал так, что сразу в землю уходит и на дом. Он подвел воду. Поэтому надо туда мне лезть. Значит, на стенке, как выходишь, на это кино смотрим-то. И на эту стену. Ты же был тогда, мы опускали. Понятно. Она удобная, целая. Она 7 метровая или 7 с половиной. Да, она хватит длины где-то. Ее возьмешь? Еще что? К 8 подходи. Еще что-то нужно, нет? Да нет, пока еще. Мы за тебя молимся все время, чтобы Господь... Ну, не раскаиваешься, что женился-то? А? Да нет, это же грех раскаиваться. Ну, это не грех. Это вовремя надо сделать. А то от брата одного слышу. Ой-ой-ой, зачем я женился? Слава Христу! Это правильно. Когда так... Он тогда будет терпеть и понимать, что совершена большая ошибка, и надо у Бога выпустить милости. Его не надо осуждать, этого брата. Нет, я не осуждаю. А жена-то твоя не раскаивается, что вот такого нашла? Нет. Такой, говорит, осел был у нас в лагере, того вала теряем мы. Так, лагерь. Значит, смотри, если ты не сможешь никак помогать, мы тебя переведем сейчас к почетных тружеников. А на старшего воспитателя я изберу, предложу... Да я, начальник, имею право избрать Володю. Пока ты остаешься, посмотрим, еще из тебя будет. Я, говорит, всем это выдавлю. Помнишь это, Каба Гридеша-то? Обещался этого убить-то. Я недавно посмотрел, умерли все, кто играет вот этого Каба Гридеша первая. Все. Дольше всех, кажется, жила Неронова жена. Дольше всех. Раньше всех умер сам этот силач. Вот чемпион там по какому-то виду был. В интернете я нашел, и как они... Ну, только фильм-то 56-го года. Все, брат, сами за стол. Да, спаси Христос. Еще тебе нужно со склада муки, макароны, масло растительное, сахар. Это я тебе все дам. Спаси Христос. Одежда нужна, кителя там, подушки там, это ты все знаешь где. Только говори, что ты... Подушки-то взяли мы уже, одеяло взяли. А одеяло какое? Ну, два синтепоновых взяли. Ну, я их не давал, это для лагеря. Но на время дать могу. Вернем. Вернете, когда будет свое. Я не прошу, год-два, но если потребуется... Топор взял я с саманного топора. У меня пока нет топора. Вот, так что тоже вернем мы. А ты мне не сказал. А мы пришли туда работать, и топора нет. Топор купи тебе, а тут верни. У меня везде должно быть инструмент в полном комплекте. Мы пришли, и сразу врубаемся в работу. Ты видел, какие ворота там сделали? Нет, не видел. А посмотри, исчезли воротцы, которые заходить. Кто-то их утащил или... Да вообще нигде нету к собакам заходить. Я по деревне прошел, вообще нету воротцев. Нету. Ну, и тогда мы сделали здесь новое. И два метра почти высота сетки натянули. Поедешь, глянь маленько, красота. Ну, пошел я выгонять машину. Давай, с Бога. Мы за стол-то уже молились. Все, во славу Божию. Братья, садитесь.